МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В последнее время общественная жизнь в нашей стране очень сильно бурлит. Даже взрослые люди, умудрённые богатым жизненным опытом, не успевают следить за новостями. А молодёжь просто разделилась на два лагеря. Одни апатично наблюдают за происходящим, а другие, сломя голову, активно внедряются в любые общественные проекты. Как формировать свою гражданскую позицию? К чему предложить свои силы? Что такое общественная деятельность и зачем ей заниматься? Об этом поговорим сегодня на новом уровне. Вы знаете, кто сегодня у нас будет гостем программы? Да, знаю. Алена Попова. Какой вопрос хотите задать Алене Поповой? Как она вообще справляется с бизнесом? Что она хочет дальше строить? Её планы на будущее? Я хотел бы узнать насчёт премьер-министра, её должности, как она хочет. Хочет ли она быть премьер-министром? Да, да. У меня много вопросов. Во-первых, это политическое будущее России. Каким она его видит? Какие перспективы планируются? И вообще будут реализовываться в нашей, кстати, среде политической. Потом, каким она видит вот эту правящую номенклатуру? Останется ли она в власти или произойдёт революционный словом системы? Что такое общественная деятельность? Это люди, предприниматели, которые помогают социальным элементам, ну, реализовать их планы, реализовать их мечты и привести их в более высшее общество. А кто такие социальные элементы? Другие люди. А вы хотели бы стать волонтёром? Да. А что делать будете? Я бы хотела помогать больным людям, ходить по больницам, помогать тем, у кого нет родных и близких, и оказывать различную помощь. Ну, а что сейчас мешает стать волонтёром? Я сейчас занимаюсь этим. Итак, друзья, у нас сегодня в гостях общественные деятельности, гражданский активист Алена Попова. Алена Попова. Алена Попова. Алена, скажите, о чем вас сегодня спрашивать нельзя? Я этот вопрос задаю всем нашим гостям. Можно обо всем. Обо всем. Особенно такой аудитории. Алена, скажите, у вас вообще читать вашу биографию одно удовольствие. Такое огромное количество общественных проектов, мне кажется, не было ни у кого. Какие из них вы считаете самыми актуальными на сегодняшний момент? Ну, самое актуальное на сегодняшний момент – это волонтерство в чрезвычайных ситуациях. Это, условно говоря, оказание гуманитарной помощи, когда вас в трусах и тапочках из горящей квартиры вытащили, если у вас вдруг квартира горит, приехали люди, и до того, как вас взяла социальная служба, которая все оформила, деньги вам потом отдали, вам теплое питание, теплую одежду, связь и так далее. Это очень важно. Вот мы были в Крымске, и я понимаю, что мы там, стоя с разными моими идеологическими противниками, с которыми ругаемся все время, лопатами разгребали глину по уши вот в этом во всем, как у нас пишут во всем вот этом «Г». И это на самом деле выражение нашей жизни. То есть когда ты понимаешь, что у тебя нет никаких споров, потому что ты помогаешь сохранить жизнь конкретному человеку, и ты восстанавливаешь эту жизнь, это самое, по-моему, главное, что может быть. Но это общее дело. Вас своими противниками идеологическими помирило? Помирило со многими. Оно не помирило с точки зрения, что я не стала смотреть на мир так же, как они. Но у нас такой моральный пакт. Мы никогда, когда это касается сохранения жизни или чрезвычайной ситуации, не обсуждаем вообще наши идеологические взгляды. Все есть цель, вот помочь этой конкретной девушке. Вот что-то вдруг, не дай бог, значит, надо помогать этой конкретной девушке. Скажите, вот по поводу волонтерства. Вот из той поездки в Крым родилось целое движение под названием «Гражданский корпус». Расскажите о нем. «Гражданский корпус» — это движение волонтеров чрезвычайных ситуаций. Мы не являемся спасателями. То есть если надо вытаскивать людей из-под завалов, как там было в Крымске, например, мы считаем, что это должны делать подготовленные люди. Потому что в Крымске был случай, когда я открыла дверь дома, в котором, после того, как я его открыла, обрушилась балка, и в этом доме были трупы. И я не особенно считаю нормальным, если неподготовленные люди или люди, которые там не должны быть спасателями, это видят или в этом участвуют. Поэтому «Гражданский корпус» — это объединение разных людей. Вот вас, например, здесь всех. Кстати, между прочим, молодежь и пенсионеры — это то, на что мы опираемся. Потому что молодежь очень физически устойчива ко всем психологическим вокруг реалиям. То есть если человек кричит или он начинает там себя бить в грудь, это нормальное поведение оказавшегося в ЧАЭС человека, любого. А пенсионеры очень спокойно отреагируют, обладая огромным количеством опыта, успокаивают все данные, записывают. И более того, они знают обо всех все. То есть когда был Крымск, у нас 87-летняя бабушка, которая нам по улице, очень разрушенной улице, рассказывала, где кто бывает, реально сколько могло бы быть народа там, потому что нам эти данные нужны были. Гражданский корпус ставит своей целью оказание гуманитарной помощи. То есть это не спасение, а именно одеть, обуть, накормить, привести в нормальное психологическое состояние и передать социальной службе. То есть сделать так, чтобы человек захотел жить. Потому что периодически, как бывает, у тебя спасли с пожара, а ты потом стоишь и думаешь, господи, лучше бы я сдох. И это на самом деле ужасно. У большинства людей это именно так. Вторая история гражданского корпуса – это технологии в чрезвычайных ситуациях. Мы считаем, что интернет, мобильные телефоны и так далее надо выходить уже из каменного века, потому что Крымск случился именно так эффективно, потому что все фотографировали на мобильные телефоны, у нас была связь, все друг другу сообщали. Это не просто рации, это мы во внешний мир сообщали эту информацию, во всем мире это есть. И третье – это международные операции. Мы считаем, что волонтеры должны уметь разговаривать на разных языках, должны участвовать в разных операциях, где пострадали или в зоне чрезвычайной ситуации находятся русскоговорящие люди. Белорусы, украинцы, все союзные республики. Потому что статистически очень многие наши соотечественники, к сожалению, не говорят, например, даже на английском языке. И очень пугаются, когда к ним подходит представитель международной организации, начинают что-то спрашивать. Спрашивают обычно личные, вы там два часа назад что делали, вы с кем были? То есть это вопросы, которые нужны для анкеты, но человек очень пугается на них отвечать. Поэтому мы там договорились, например, с посольством Австралии, потому что в Австралии очень эффективная программа помощи при пожарах. Мы договорились, что наши волонтеры будут туда ездить. Мы участвовали именно не учиться, а на практике применять. Мы обучаем сами волонтеров гуманитарных операций, а на практике применять. То есть если в Австралии случится беда, вы поспешите в Австралию? Если нужно, будет участие русского корпуса, русскоговорящего корпуса. То есть если это нужно будет, мы, вероятно, там будем принимать участие. Я считаю, это очень полезно. Расскажите, как случилась история с Крымском? Тогда же не было никакого гражданского корпуса. То есть вы сидели дома. И меня-то как волонтер не было. Услышали сообщение о том, что в Крымске произошла такая катастрофа. Сорвались и поехали. Как это у вас произошло? Все было примерно так, но не так. Я была в городе Стольномграде Тверь с таким чемоданом, в котором были документы. Я представляла, мы делали нашим фондом открытых проектов презентацию возобновления и восстановления среды городов, развития среды городов. Такая урбанистика. Вот я всякая красивая, в платье стою, рассказываю. У меня раздается телефонный звонок. Я обычно не беру телефоны во время того, как я что-то делаю. Но тут вот просто он звонит, не переставая телефон. Я беру трубку. Он говорит, Ален, ты слышала, что случилось в Крымске? Я говорю, что случилось в Крымске? А в Крымске произошло наводнение. Там очень много погибло людей, и там наши ребята уже есть. Я прямо из Твери, не заезжая домой, в том виде, в котором была. Была я, в общем, слава богу, у меня еще были шорты. То есть я была в шлепках, в шортах, в майке. Это я вот так на наводнение поехала. И с чемоданом. И когда прилетели мы не в Крымск, а прилетели мы в Краснодар. Из Краснодара, когда мы поехали в Крымск уже по дороге, там не очень сильно много населенных пунктов пострадало близ Краснодара. Все ближе к Крымску уже стало видно, что там нет света, тишина. И когда мы вообще в Крымск приехали, уже стемнело. И было такое щемящее ощущение пустоты, тоски и боли. Потому что света нет, люди ходят, хлюпают в этой воде. Дома разрушены. На центральной площади города стоит фонарь МЧС. Вокруг него какие-то люди собрались. Очень много людей в состоянии стресса. Женщины плачут, говорят, что у них погибли дети. И вот в этой во всей обстановке, я стою с этим чемоданом в тапочках, и я сразу поняла, что я уже не лечу назад в Москву, ни при каких условиях. Потом было заседание чрезвычайного штаба, на которое мы, совершенно не спросясь, я, Данила Линделя, Илья Пономарев, Роберт Шлегель и еще наши ребята, Настя Каримова, Костя Дегтярь, которые были в этой зоне, на самом деле все люди с активной гражданской позицией. Мы пришли. И мы на этом заседании чрезвычайного штаба сказали, что вообще-то мы не собираемся никуда уезжать, что мы вот это все увидели, мы понимаем, что там ничего не работает, и мы готовы помогать. Вы скажите, как помочь? Он говорит, а мы не знаем, как помочь. В итоге мы поняли, что значит надо где-то дислоцироваться, то есть быть самодостаточными, потому что мы же не должны тоже быть жертвами чрезвычайной ситуации. Мы выбили место, причем место было крайне невыгодное. Просила в центре города, а мне сказали, нет, вот вам конкретно в центре города. Место для штаба? Место для лагеря. Да, изначально предполагалось, что лагерь просуществует где-то неделю, что будет там максимум человек 20, что нам это все удастся решить. Вот только сейчас расцветет, мы все данные соберем и поймем, что ну вот все хорошо, мы все быстро сделаем. Значит, лагерь был на пересечении центральной дороги, окружной дороги, как оказалось, очень хорошее место, потому что около нас дислоцировалось МЧС, а потом 5000 внутренних войск. Я с трудом выбила, я извиняюсь за подробности, туалеты, потому что это на самом деле самое главное, что должно быть сразу в лагере, это самообеспечение деятельности. И потом приехал первый автобус из Москвы, из которого вышли наши ребята и шесть палаток. А я когда выбивалась, сказала, нам нужно огромное поле, потому что будет много народа. Хотя я думала, что ну действительно, может человек 40, ну 20. А что началось потом, это было уже не под контроль, это не зависело от меня, еще от кого-то. Наша задача была все это принимать, четко понимать, что там гуманитарные грузы мы должны расфасовывать, кому мы их должны разносить, как эта работа должна строиться, что ругаться на территории лагеря нельзя, потреблять алкоголь нельзя, то есть много чего нельзя, и что нужно. После того, как это все переросло в колоссальные такие масштабы, я поняла, что мне очень комфортно. Я вообще давно очень занимаюсь предпринимательством, в 13 лет. И вообще, конечно, в 6 лет, но я не считаю, что продажа ворованной картошки – это предпринимательство, но в целом в 13 лет. Слушайте, вы сейчас признаетесь в преступлении просто, да. Я этого всем рассказала. Я не хочу так мимоходом, да. Да, но вот предпринимательство – это когда ты управляешь процессами. Подождите, мы сейчас об этом поговорим. Подождите, про гражданский корпус. Я и говорю, что мне было так комфортно в этой ситуации волонтера, что я провела там большое количество времени, вернувшись уже совсем в Москву, когда мы посчитали, что операция осенью, что операция должна быть закончена, я уже слетала в Сибирь на пожары, в Дербенте сошел сель, мы были в Дербенте, и я поняла, что это то, ради чего, в принципе, стоит жить. Слушайте, вы мне сейчас напоминаете такого спасателя, всероссийский спасатель. Ну, я считаю, что это правильно. А официальные спасательные службы, они тоже участвуют в этом процессе, или только вы со своими ребятами? Официально участвуют, но надо понимать, да, то есть есть очень большое количество плюсов со стороны вот нас с вами. То есть мы с вами быстрее оказываемся в зоне некого происшествия, потому что просто по теории вероятности вот что-то случилось, и вокруг этого живут люди. И пока спасатели приедут, эти люди, которые живут вокруг, могут уже начать что-то делать. И обычно в зоне спасательной операции первые два часа, это самое важное, то, что должен развернуть информационный штаб, успокоить людей, не дать панику как-то распространить, потому что такое состояние сама в нем была. Это такая страх и ужас, и ты начинаешь всех этим заражать. Сколько людей сейчас объединяет гражданский корпус? Трудно сказать, потому что есть стихийные волонтеры, которых несколько тысяч, а есть наши координаторы. Сейчас всего 20, но мы хотим до 40 расширить. Мы сейчас есть, наше представительство есть в Екатеринбурге, Новосибирске, Дербенте. Сейчас будем вообще на Кавказе активно развиваться, в Москве, в Санкт-Петербурге. И наша задача открыть 7 центров до конца года. И наша задача еще работать на Кавказе, потому что я сама ездила в Дербенте. В Дербенте, вы знаете, это Дагестан, там гражданская война. И вот так прилетаешь помочь людям, а тебе, значит, с автоматчиками говорят, если будут стрелять по правому колесу, наклоняйтесь влево. Это без шуток. Действительно, там не на каждом шагу стреляют, но там это есть. И на Кавказе надо выстраивать волонтерские работы, потому что там крайне неудачная инфраструктура. Если начнет рушиться инфраструктура, начнут гибнуть люди, люди остаются без воды, без еды и так далее. Надо просто это правильно поставить на поток. Слушайте, ну вам за ваши подвиги наши аплодисменты. Я здесь совершенно не пришла. У нас есть вопросы. Вопрос, пожалуйста, ребятки. Здравствуйте, Алена. Меня зовут Сергей. Привет, можно на «ты». Отлично. Вот вы, вот как вы оцениваете действия власти в Крымске? Что предпринималось, как вот вообще работа проводилась, помимо вашей волонтерской деятельности? Сначала власть очень сильно пугалась, что приехали дополнительные какие-то непонятные люди. А с учетом нашей гражданской активности на второй день стало понятно, что мы еще и опасные люди. Потому что, если что, можем и поконтролировать это, но иметь свою точку зрения. И поэтому диалог изначально был затруднен. Потом, когда местная власть, там, знаешь, какая была ситуация? Там каждый день менялся начальник чрезвычайного штаба, вот в местном штабе за что-то отвечал. Ты только с одним договоришься, на следующий день приходят, оказывается, там другой уже. И вот эта чехарда была вызвана тем, что не было рук, не было компетенции и все, что с этим связано. И менеджмента нормального, если выражаться, и с сухим языком не было. И когда мы пришли и сказали, можно мы решим вот этот вопрос, вот этот вопрос и вот этот вопрос. И тогда с нами начали диалог. Сказали, господи, слава богу, хорошо решайте. Хочется решить эти вопросы. Да, но я считаю, это нормальная позиция, потому что вот смотри, как я вижу власть. Ты, например, стал вдруг мэром города, допустим, мэром Новосибирска. И тут в Новосибирске, кстати, вполне реальная ситуация на данный момент, потому что там очень много снега. Начались оползни и паводки, да, то есть затопило город. Ты как глава города, хватаешься за голову, проклинаешь всех, боишься выходить из кабинета, у тебя разрывается телефон. Тебе звонят и федеральная власть, и МЧС, и региональные МЧС, и просто все. У тебя есть специальная папочка, в которой лежат инструкции, она у всех есть. Что делать при чрезвычайной ситуации? Но папочка-то есть, а ты никогда в ней не был в этой ситуации. Поэтому самая главная твоя задача, и мы считаем, что наша задача главная тоже, убедить местной власти, что все, есть система, давайте действовать по этой системе. Чтобы все было нормально, есть люди, люди могут решать эти вопросы. Ваша задача как власти, власть же что должна делать? Она должна обеспечивать порядок. То есть ваша задача выдать данные, проконтролировать распределение задач, понять эффективно, неэффективно. Но главное не вмешиваться в процесс, не вставлять палки в колеса, вот и все. Алена, а чем занимаются волонтеры гражданского корпуса в то время, когда нет чрезвычайной ситуации? Или такого времени не бывает? Вообще, конечно, такого времени не бывает. В России особенно? Нет, объективно. В силу того, что мы еще занимаемся локальными чрезвычайными ситуациями, например, бытовыми пожарами. Если посмотреть, например, на карту России, особенно, например, на Урал, то на Урале происходит день, там, несколько десятков бытовых пожаров, в которых страдают люди. Наша задача так натренировать наших волонтеров, чтобы они проходили каждый день дежурство, то есть стажировку, выезжая к людям на спасение. Потому что каждый человек, каждый волонтер должен посмотреть в лицо реальному пострадавшему, в глаза. Потому что если вы там думаете, что реальный пострадавший – это человек, который, он в тоске, и вы подошли, его спасли, и он сказал, Господи, слава Богу, что вы есть, спасибо большое, герой, звезду героя, я вас люблю. Нет. Реальный пострадавший – это человек, который, ты вообще кто? Ты что здесь делаешь? У меня ничего не осталось. Ты понимаешь, что у меня дом сгорел? И это человек, который агрессивно настроен. И это нормально. И я сама была в такой ситуации, это нормально. И поэтому, посмотрев, как ведет себя этот человек, поняв, ты превращаешься в конкретного волонтера, то есть можешь оказывать помощь. Наша задача – как можно большее количество молодежи вовлечь в эту ситуацию. Потому что мы считаем, что главная идеология гражданского корпуса – это помоги себе сам. Сейчас все педагоги, все, которые работают в школах, в вузах, все желаются на то, что мотивация недостаточна у молодежи. Нельзя их ничего заставить делать. Как вам удается привлечь их на свою сторону? Я вижу здесь огромное количество молодежи, я не уверена, что у них нет мотивации. Я, в общем, сама считаю себя еще пока молодежью. В общем, есть мотивация? Нет, просто вот эта дурацкая постановка вопроса, я думаю, все со мной согласят, заставить их что-то держать, заставить. Зачем людей что-то заставлять? Надо объяснить, где человек будет наиболее эффективен. И есть еще такой обязательный вариант, что ты любишь приобщаться к героизму. Каждый из нас любит совершать подвиги. И поскольку ни у ребят, ни у меня, хотя я воспитывала в Советском Союзе, нет ролевой модели. Вот что такое герой? Вот в моем понимании, герой это космонавт. А у ребят, вот я не знаю, кто герой. Расспросим, мне просто тоже интересно. Ребят, скажите, давайте вот вы, как вас зовут? Кристина. Кристина, как вы думаете, герой, вот это кто? Ну, это, наверное, человек, который спасает других из чрезвычайных ситуаций. Ну, вот вы можете прям поименно назвать кого-нибудь героем? Да, хотя бы, вот, ну... Не можете, нет сейчас героев в России? Нет. А вот вы, расскажите нам, кто герой, по вашему мнению? Я, честно говоря, не помню его имя. Например, мальчик маленький. Была история очень плачевная, который вступился, он тоже маленький, за свою маленькую сестренку. Была такая история, да. Вот, я не помню имя мальчика. Да, по-моему, Сергей. И девочка была, которая вытащила из пожара своего брата тоже. Да, вот такие вот люди, как бы, которые с малого возраста, как бы, уже воспитывают себя героя, как бы, знают, что это такое, и должны хороший пример, в принципе, подавать для старших, в первую очередь, которые не могут показать пример младшим, например. Давайте сейчас спросим, Сергей, по вашему мнению, кто герой сейчас в нашем современном мире? Ну, в современном мире не тяжело сказать, но вот если мы говорим о России, то это люди, которые самоотвержены. Им не жалко что-либо отдавать другим. Фамилии можете назвать? Фамилии не могу, но, вы знаете, меня радует один факт, то, что звезду героя у нас получил глава Чечни Разум Кадыров. Вот это его награждение, оно, мне кажется... Мне определенно нравится Сергей. Сергей забирай сразу к нам в гражданский корпус. Мы вам его не отдадим. Скажите, герои, по вашему мнению, это кто? Герои — это люди, которые способны не только принимать, но и отдавать, и они готовы делать что-то... Ну, вы фамилии, фамилии назовите. Фамилии. Сейчас нет героев, которые были признаны всей Россией. Есть герои каких-то отдельных областей, городов, но нет героя, который бы, как бы, был идеалом для всей России. Вот есть человек, на которого вы хотите быть похожим? Есть, но я не могу назвать его героем. Ален, вот когда ваше детство проходило примерно в то же самое время, что и мое детство, и мы тогда, я помню, могли назвать десяток косой, десяток героев, никаких проблем не было с этим. Сейчас мы имени ни одного не услышали. Я про это и говорю. Мы примерно представляем, что герои — это люди, которые совершают подвиги, жертвуют своей жизнью и так далее, и так далее, и так далее. Но кто? Никого. Ну, я про это и говорю. Это просто состояние нашего общества. То есть эта проблема есть, мы не будем говорить, хороша, там, плоха она. Вот, в общем, есть задача. Эту задачу надо решать. И я считаю, надо ее решать. А вы в детстве на кого хотели быть похожим? Я хотела на Юрия Гагарина, честно. Я причем почему-то именно хотела на такую мужчину-космонавтость. Я не хотела не быть девочкой, но я хотела, чтобы меня все разрешали. Как космонавта у меня никаких ограничений не было. Обязательно в космос. Отлично. Я тоже, кстати говоря, мы с вами одной кровью. Какие еще есть вопросы, ребят? Пожалуйста. Здравствуйте. А у меня такой вопрос. Что вы нашли для себя в волонтерстве, помимо того, что вы создаете героев каких-то, именно для себя духовно? Вот смотри, я не думала, что мы создаем героев. Я просто реально, вот ты правильно поставила вопрос, я просто себя нашла. Вот мне так было комфортно в этом состоянии. Конечно, у меня было, у меня сначала было ощущение, я вообще как честный прямой, как палка человек, говорю, что было состояние, я герой, там, нахожусь, тут все рушится, здесь я лопатами разгребаю, то еще трупы носят. Точно герой. Это проходит на третий день, когда ты понимаешь, что это все ерунда, что действительно люди гибнут, что это горе, оно в тебя как всасывается. И если ты это уже с первого раза, ты не сможешь поставить стену, оно в тебе уже сидит, и ты начинаешь стараться жить ради других. Вот в этот момент, когда ты начинаешь жить ради других, ты очень меняешься. Ты не поверишь. Я потом приехала в Москву, я один день ходила по Москве, вообще не могла понять, где я. То есть я смотрю, куда бегут все эти люди, какие у них цели у этих людей. И это очень важно. То есть это меня очень сильно поменяло, и я считаю, что за тот промежуток времени, что прошел Крымское, вот мы сейчас разговариваем, я как личность очень выросла. А поскольку моя основная идеология в жизни, это что каждый должен саморазвиваться, ну поскольку когда ты в развитии, ты точно изменишь мир. А я вот за изменение мира, не важно, в лучшую, в худшую, за изменение мира. Потому что изменения всегда ведут к росту так или иначе. И я поняла, что я вот сейчас уже могу мир менять. Вот это я и нашла. Это такое классное чувство внутри. Очень хорошее. Это аплодисменты, конечно. Еще вопросы? Спонялся вопросы? Давай. Как вы видите развитие волонтерства вообще в России и во всем мире? Отличный вопрос. Я вижу развитие волонтерства следующим образом, что создается большое количество общественных организаций, которые живут не на государственные деньги, что этим организациям легко доставать финансирование. Это самая сложная задача, но эта задача очень решаемая. Например, у нас есть большое количество банков. Этим банкам выгодно, чтобы у нас с вами, ну у вас по достижению 18-летнего возраста, у меня в частности, вот у коллеги, были кредитные карты. Я помню. Ну, я же должна обозначить, что вот кредитные карты. С этой кредитной карты, например, может идти определенный процент фонд таких организаций. Но только такие организации должны подтвердить, что они не по карманам это распихивают, а тратят на конкретные задачи. Поэтому волонтерство – это целый большой комплекс вопросов, начиная от финансирования, заканчивая эффективностью, которые выращивают на самом деле будущих антикризисных менеджеров. Условно говоря, я не шучу. Если начнут по данным МЧСа и по многим данным аналитических агентств, рушатся заводы, пароходы, инфраструктура, взрывы будут, или там революция начнется, кто из нас с вами знает, как управлять этим процессом? Эти стихийными процессами невозможно управлять. Значит, должны появиться люди с толпы, которые будут знать, как управлять процессом после. Вот все уже, ты не остановишь взрыв завода, он взорвался, ты стоишь рядом. Что ты конкретно можешь делать? Развитие волонтерства – это общение с детскими садами, когда не ОБЖ, а когда ты ребенку говоришь, дорогой мой Вася, ты знаешь, что в каждом доме должен быть огнетушитель. Весит огнетушитель, Вася, столько, сколько ты, может быть, даже и не поднимешь. Но, Вась, вдруг, если твоя мама упала в обморок, а плита горит и газ, что ты должен сделать? Это важно. Общение с вузами, которые раньше были строят ряды, вот мы помним, это на самом деле очень классная штука. Это вот был такой проект, который, между прочим, промоутирует Брэд Питт, называется Make it right, делает правильно, в Новом Орлеане. Когда был разрушен город, и они позвали студентов и общественные организации строить новую архитектуру города, это объединительный процесс. Начинает корпоративную волонтерскую корпорацию, заканчивая студентами. Это здорово, ты растешь, ты получаешь стажировку, трудовой навык и так далее. И последнее, это, конечно, общение со всем обществом, когда ты объясняешь, что если ты идешь по улице, у нас, между прочим, всем говорю, есть статья уголовного кодекса, которая называется «Оставление человека в опасности». А как происходит? Вот мы идем по улице, а там дедушка идет, схватился за сердце, упал. Как сейчас действует большинство народа? Проходит мир и говорит, господи, да он пьяный, да там что-то еще. А случаи, например, при инфаркте, случаи первые 20 секунд важны. Если ты в первые 20 секунд человеку быстро помощь оказываешь, он может выжить. Поэтому общество надо готовить к тому, что наша жизнь, это вообще-то самое ценное, что у нас с тобой есть, это наша жизнь. А все остальное приложится. Так вот, что нашу жизнь надо беречь и развивать. И вот это и есть волонтерство. Спасибо. У нас есть все вопросы? Здравствуйте, Алена. У меня такой вопрос. Вот в Крымске как бы очень было много смертей, и вам приходилось, наверное, сталкиваться с этим, видеть непосредственно сами трупы. Вот как вот вы справились с этим, и как вы помогали справиться другим людям? Потому что ведь после этого же очень трудно жить, ну, как-то постоянно видеть перед глазами. Спасибо, Алин. Вопрос очень хороший. Потому что, значит, в нашем лагере, в Добром лагере, в Крымске, были антикризисные психологи. Тема другой – это работа с волонтерами. Это на самом деле очень важная история, психологическая работа в зоне чрезвычайности. Пережить очень тяжело. И даже не так страшно видеть трупа, потому что ты видишь труп и понимаешь, что это как бы все. А вот если у этого человека семья, и эта семья к тебе приходит в лагерь и рассказывает, что вот ты нашел как бы тело матери, сына, отца и так далее, это тяжело. И у тебя возникает страшный комплекс вины, потому что ты думаешь, господи, ну почему же так, да? Я же хочу помочь этому человеку. А человек не бог, он не может возродить, да, тело. Вообще человек ничего не может жизнью сделать, кроме как свою сохранить. И вот ты стоишь и понимаешь, что все. Поэтому мы сделали большой такой в нашем гражданском корпусе, большую зону ответственности – это работа с студентами психологических факультетов, чтобы они тоже у нас всегда в наших бригадах были, чтобы обязательно хотя бы один человек в бригаде был психолог. Вопрос сейчас. Пожалуйста. Я слышал, что вы хотите стать премьер-министром в России. Я хотел бы спросить, правда ли это. Что вы хотите предпринять? Да, это года два назад желание не изменилось еще с тех пор? Нет. Я поставила себе большую цель. Эта цель была поставлена на спор. Я вообще человек, живущий на спор. То есть мне очень нравится. Я всегда доказываю... Находится огромное количество людей, с кем вы спорите? Очень. Я вообще, я очень люблю. Потому что я считаю, что, может быть, действительно в споре не рождается, но спор – это большой стимул, чтобы она в тебе родилась внутри. Поэтому спорить – это классно. И появилась эта цель. Эта цель, на тот момент, когда она появилась, была из разряда фантастики. То есть где я, а где там, как говорится, сильные миры сего, уж тем более женщины, уж тем более в России. И поэтому, нет, эта цель не изменилась. Я в 2011 году, совершенно не имея политического опыта, избиралась в Государственную Думу. Была вторым номером от Новосибирской области. И это была первая обкатка того, вообще, я что-то могу сделать или не могу. И в ходе избирательной кампании я поняла, что если есть большое желание, то можно. Потому что там мы запустили несколько проектов, когда там в Новосибирске огораживали, например, разрытые котлованы, там специальная проволока, чтобы там не умирали дети, не падали. Это ерунда. Это можно было сделать каждому человеку. Но он этого не сделал. Значит, должен кто-то появиться, кто этот процесс может улучшить. Я собираюсь предпринять следующее. Во-первых, я считаю, что надо учиться и применять знания на практике. Поскольку у меня нет политологического образования, социологического образования и так далее, я очень много читаю. Я очень много встречаюсь с людьми, разговариваю, спрашиваю. Начиная от того, можно ли в России построить эффективное общество, то есть вопрос такой, из-за взаимодействия, философский. Давайте поговорим. И заканчивая, есть ли данные, сколько мужчин и женщин добиваются дохода выше среднего в течение первых пяти лет после выпуска из вуза. Из каких вузов они выпускаются и так далее. Это та вещь, которую я могу уже сейчас применить. Я это делаю. После обучения, соответственно, я в постоянном процессе, вот появилась некая история с тем, что я могу находить в регионах людей, поддерживать этих людей, создавать свою команду, потому что в любой общественной игре или в политической игре человек не важен. Важна команда. И когда нашим всем политикам задают, кто твоя команда, задают вопрос, они делают круглые глаза. А на вопрос, кто твоя команда, надо иметь четкие ответы, что твой успех – это твоя команда, особенно если ты что-то хочешь поменять. Организованная структура, которая в тебя верит и в которую веришь ты. Сейчас я этим занимаюсь. Ну давайте конкретно. В каком году вы станете премьер-министром-то? Ну, я говорила, что... Вот ребята ваши избиратели, на самом деле. Да, я говорила, что я стану сначала после 16-го, потом после 18-го. Надо, чтобы хоть куда-то прийти, хоть на какой-то хороший уровень. Какое вот все-таки будет первое ваше решение премьерское? Ну, это очень хороший вопрос. Это будет зависеть от ситуации. Вот сегодня? Сегодня первое решение у меня было – это контролировать, абсолютно вести гражданский контроль на всех уровнях власти и в каждую государственную кампанию посадить по представителю общественной организации, открыть ему все доходы, а также уметь отзывать, то есть иметь возможность отзывать депутатов и любого представителя власти в случае невыполнения им поставленных задач и контролировать те обещания, которые он успел надавать в ходе предвыборной или в ходе первых трех дней назначения. Это бы очень, я скажу, изменило ситуацию, на 99%. Я был на вашем сайте, читал, смотрел нашу фотографию, представляю, как это будет проходить. И вот вы свою политику обозначили как политику малых дел. То есть небольшими какими-то акциями, усилиями, разговорами, встречами вы будете добиваться чего-то более глобального. Но в истории России уже были такие примеры. Это хождение в народ, когда инициативы, скажем так, более образованных людей, они просто утопали в невежестве, в непонимании. Вот не будет ли опять того же? Повторение. Это прекрасный вопрос. Это тот вопрос, за что, почему у меня возникает большое количество конфликтов с людьми, которые тоже участвуют там в такой активной деятельности по изменению общества. Они все считают, что надо брать, надо поставить цель власть, просто глобально сделать революцию, и потом уже после революции понимать, чего и где, и как менять. Это тоже путь. Политика малых дел, она немножко другая. Это даже не разговоры. Я вот как раз очень плохо реагирую на разговоры. Это конкретные действия. Вот, например, берем каждый конкретный полис, потому что политика город, и в каждом конкретном городе определяем там три ведущих проблемы, понимаем, как мы их сами можем решить. И когда ты эти проблемы решаешь, какой у тебя кредит доверия общества? Общество понимает, что ты не просто балабол, а что у тебя есть результаты. И это меняет. Политика малых дел – это ты сказал – сделал. Сказал – сделал. И чем больше ты сказал – сделал, чем больше таких людей, и чем больше у тебя информационных ресурсов, где ты это показываешь, тем больше общество меняется. Я, конечно, не уверена, что это самый эффективный путь. Абсолютно не уверена. Но этот путь мне органичен. Я уверена, что если там у нас были истории в протестных действиях, когда я там стояла перед автобусом, который на меня ехал, держала его и кричала «выпустите из автобуса женщин». То есть я понимаю, что у меня есть такая парадигма поведения. Если надо будет, я пойду в бой, потому что я всегда за идею готова. То есть я верю в эту идею. Но я считаю, что вот и для тебя конкретно, и вообще для всех вас, верить в то, что ты влияешь на изменение среды – это существенно важно. Если посчитать наше с вами влияние на будущее, оно существенно больше, чем срочный какой-то вооруженный переворот. Алена, у меня такой вопрос. Это вот давно с вами такая активная гражданская позиция? С детства. С детства, да? То есть это никто не формировал, вы с этим родились? Я не знаю. Я помню, что когда я была совсем в детском саду, я все время вру, потому что не помню точный возраст, который был. Я помню, что это было перед школой, я была уже взрослой, может быть, лет 5-6. И я пришла к папе и сказала, «Папа, я очень хочу, тоже не помню, то ли бумер, то ли Марс, то ли кукуруку». В общем, у нас был какой-то международный вкусный бренд. Сейчас ты не помню, что название уже. Да, у которого очень хотелось, потому что не было. И я говорю, «Папа, ну очень хочется». Он мне говорит, вот там, значит, ведро, вот тут тряпка. Твои друзья на улице моют машины. Значит, хочешь поменять свою среду, то есть приобрести или там, как-то сделать так, чтобы у тебя это появилось? Заработай. И эта тема «заработай», она же не только, что ты зарабатываешь финансово. Ты же можешь зарабатывать, меняя что-то морально. Это не обязательно какой-то денежный эквивалент, но зато это работает. У нас, правда, знаете, я вам расскажу историю, у нас это странно работало, потому что мы накидывались, например, на большегрузный транспорт, потому что это был город Екатеринбург, это промышленный город. Накидывались тряпками, водитель кричал, «Не надо мыть мой грузовик!» А мы говорили, «Все, 20 рублей, иначе мы колеса проколем, вы никуда не уедете!» Ну, это вот как бы та среда, в которой мы росли. А потом уже это стало на более профессиональной основе. Кстати, многие мои друзья, с которыми мы это начинали, открыли потом автомойки. И, в общем, стали работать. Опыт колоссальный. Опыт убеждения, переговоры эффективные. Ну, Алёна, с тех пор, как вы мыли машинеры, занимаетесь предпринимательством в детстве, вы и сейчас занимаетесь предпринимательством и помогаете молодёжи создавать свой бизнес. Расскажите об этом, об этих своих проектов в этой сфере. У меня есть несколько проектов. Один из них – это фонд открытых проектов. Это когда мы помогаем людям, у которых есть какая-то бизнес-инициатива, но которая решает социальную задачу. Это значит, что проект живёт не только за счёт того, что всё время ему даёшь денег, а он понимает, откуда ему эти деньги взять в оборот и делаться самодостаточным. Это так называемое социальное предпринимательство. Оно очень важно, я в него очень верю. Второй мой проект, который я тоже очень сильно верю, называется Startup Women. Мы знаем, что у нас 65% населения женщины. Мы поощряем большое количество девушек, женщин и, кстати, пенсионеров, то есть вышедших на пенсию женщин, по всей России открывать свой бизнес. Мы помогаем финансово, идеями, обучением, то есть, например, финансовая грамотность, что очень важно. Мы попытаемся поменять среду, что женщинам не дают кредиты, и у нас есть очень большое количество историй успеха. Значит, это работает. Ещё есть проект Startup Afisha. Это проект, на котором собрана вся аналитика по рынку интернет-технологий, интернет-проектов. Кто там стал миллионером, кто не стал миллионером, у кого что-то не получилось. И в это я вообще очень сильно верю. Потому что я верю в то, что проекты, сделанные мальчиком, который живёт в городе Ярославля, его потом приглашают работать в Дисней, и голова мальчика в 14 лет стоит 16 миллионов долларов. Это наша реальная история. Потому что у нас страна программистов, у нас страна людей, технически мыслящих на решение кризисных задач. Вы сейчас очень часто говорили слово стартап. Хочу немножко поработать с аудиторией и спросить. Вот как вы думаете, это что такое стартап? Не знаю. Так, вы знаете, что такое стартап? К вопросу. А вы? Не знаю. Так, я вас хочу спросить. А вы знаете, что такое стартап? А вы? Нет. Слушайте. Это нормально. Стартап. У нас общество сейчас как бы разделилось на нескольких частей. И одна часть где-то впереди бежит со стартапами, с интернет-проектами, со стартап-вимен и прочее. А есть другая часть людей, которые просто живут... Я спорю. Никакой части другой части, третьей части нет. Есть индивидуумы, которые живут в интернет-среде, а есть индивидуумы, которые живут, как говорится, на земле. Значит, этих и других индивидуумов что-то объединяет? Абсолютно. Этих и всех индивидуумов объединяет одно. То есть я хочу быть нужным. Это самая главная цель каждого человека. Я хочу, чтобы меня любили, чтобы был самым лучшим. Это основная института, пирамида масла. Поэтому что такое стартап? Стартап это... Обычно это соотносят с интернет-компаниями, но это не только интернет-компания. Это любое начинающее предприятие, которое еще не стало приносить деньги. На этапе от идеи до прототипа. Прототип это еще не отработанные идеи, которые не приносят огромные-огромные-огромные прибыли. Стартапами называют проекты, которые постоянно меняются. Например, Яндекс, несмотря на то, что это самый большой у нас поисковик, и в России он побеждает даже, например, Гугл. У нас одна из стран, где Гугл не на первом месте. Он постоянный стартап. И эти стартапы, они хороши тем, что это команда, существующая в состоянии нестабильности, которая пытается сгенерировать, то есть изобрести работающий бизнес. Поэтому стартап. Но вы можете дать советы ребятам? У них наверняка возникают идеи по поводу бизнеса. Сейчас, я думаю, точно у всех завертились извилины в голове. Всем сразу захотелось придумать какой-то бизнес-проект. Я могу сказать, что если брать интернет-среду, там можно перечислять очень много всяких разных тенденций, куда надо, но есть то, что рассчитано на вашу целевую аудиторию. В России есть проблема нянь для детей. Это действительно проблема, потому что очень много работающих женщин одиноких, женщин, у которых нет мужей. И это колоссальная проблема, что ты не можешь устроиться на работу, детского садика нет, и дальше перечислять через запятую. Во всем мире развиваются проекты, направленные на детей и на женщин, которые за этими детьми смотрят. Есть прекрасные социальные сети. Я уверена, что здесь все сидят ВКонтакте, и кто-то там использует Фейсбук. Так во всем мире есть приложения, которые позволяют через социальные сети, через ВКонтакте или через Фейсбук находить так называемого бэбиситера. Не обязательно няню, а молодую девушку, молодого человека, который может на определенное количество часов, срочно находясь рядом с этой точкой, где живет эта женщина с детьми, прийти и посидеть, посмотреть за ребенком. Это очень хороший проект, потому что можно его продавать по подписку. Например, я как человек, у которого есть приемные дети, я тоже очень бы хотела, чтобы иногда кто-нибудь приходил, смотрел. И я бы вбивала и подписывалась даже за 10 рублей. Но если таких, как я, 100 тысяч, и каждый платит по 10 рублей, это хороший оборот. Есть еще очень много таких идей, маленьких реализуемых, которые понятны вам. Но на самом деле мне даже не стоит вам объяснять, что нужно делать. Любой бизнес строится по принципу, у вас у самого есть проблема, вас эта проблема достала, и вы хотите ее решить. Это самый успешный будет бизнес-проект. Когда вы решаете свою проблему, будьте уверены, что еще миллион народу рядом с вами живет с такой же проблемой. Значит, вы решаете и их проблему тоже. Как вы считаете, какая самая главная проблема в России сейчас, на данный момент? Их три. Давайте рассмотрим вам ваш секрет. Видение будущего премьер-министра. Нет, я действительно считаю, что наша самая главная проблема – это нежелание каждого брать ответственность на себя, за свою собственную жизнь, потому что наше общество патерналистское. Это такое дурацкое слово, которое очень не люблю. Оно означает, что мы все сидим и надеемся, что сейчас в этот зал зайдет Ворон Баффет или, да не знаю, Анатолий Чубайс. Алена, сегодня в этот зал никто не зайдет. Нет, ну я имею в виду, что кто-то за нас что-то решит. И всегда, когда что-то случается, ты знаешь, в России бум развития интернет-жалобных книг. Потому что самое главное, что мы делаем, мы всегда жалуемся. А никогда ничего не предлагаем. Или я неправильно говорю. Предлагаем в меньшей степени, чем жалуемся. Вторая проблема, кроме патернализма, это обезличивание любых процессов, которые мы делаем. Это превращение коллектива в какую-то серую массу. Это невозможно. Надо историю успеха рассказывать, показывать и так далее. Третья проблема, безусловно, подписываюсь, это инфраструктура. Это не только дороги. Это дороги, связь. Это дороги, по которым вы, например, можете путешествовать. Чтобы в каждом городе были нормальные дороги, стоял мотель. Чтобы в этом мотеле был интернет. И тогда будет развиваться внутренний туризм. А это не та история, что государство говорит, а теперь я развиваю внутренний туризм. И все, значит, здесь сидящие, вместо того, чтобы полететь в Англию или в Америку, срочно захотели ехать куда-нибудь в Екатеринбург, например. А хотя стоило бы, там расстреляли царскую семью. Поэтому основная задача, которую я вижу в себе, это изменить сознание и возможность применения способностей человека. Чтобы каждый был нужен в этой стране. Насчет премьерства. Вот как вы видите страну во время своего премьерства? И почему именно премьер-министр, а не президентом или выше? Тоже хороший, очень хороший вопрос. Я вообще верю в парламентскую республику. Я не верю в супер-президентскую республику, как сейчас. Я верю, что у нас есть желание, чтобы была некая монархия. Но если это монархия, пусть она будет представительская. И поэтому премьер-министр. То есть я верю, что общество должно дойти до того состояния, когда общество поймет, что это не масса какая-то. Вот я вот очень люблю. Масса вот что-то там копошится, как нам внушает. И там, как чиновник говорит, есть вот там общество. И кто-то в обществе что-то там скажет, что такое общество. Ты, дорогой мой друг, тоже сам общество. Поэтому, когда каждый поймет, что он есть личность, президентская республика будет неактуальна. Будет парламентская, когда понимаешь, что у тебя есть представитель. А вообще-то я, как видный деятель электронного правительства, верю, что и представительские функции уже тоже надо отменить. Условно говоря, парламент должен выглядеть так. Здание быть не должно. Но все депутаты должны работать в своих округах, потому что они должны решать местные проблемы, даже представлять население. Если они живут в Москве, а сами, например, из Кудымкара, они вряд ли, живя в Москве, знают, что в Кудымкаре. А парламент должен быть электронный. Вот, кстати, расскажите про электронное правительство, про этот проект. В каком сейчас он состоянии? Это вообще не проект. Электронное правительство – это целый ряд проектов. Это электронные государственные услуги, общение с чиновниками, автоматизация процессов управления. На самом деле электронное правительство было создано для того, чтобы сэкономить деньги, бюджет, и не у нас в стране. Оно было создано для того, чтобы сократить чиновничий аппарат и улучшить эффективность, а если говорить сухим языком, чтобы ответственность на нас перенести. Сказать, вот у вас там есть желание какие-то законы принимать, пожалуйста, придумывайте эти законы, вносите их в электронном виде, и пусть все ваши друзья за него голосуют. Мы все примем, все примем, потому что закон уже для вас. Это важная история. То есть электронное правительство есть со стороны государства, а есть с нашей стороны. Это когда есть такое понятие «открытые данные». А есть программисты, которые могут взять эти данные и так их хорошо визуализировать, что вы, например, вбивая свою зарплату, будете понимать, куда идут ваши налоги. И можете отслеживать, эффективно это или неэффективно. Или вы, например, есть такие проекты. Или вы, например, можете вбить конкретный регион и посмотреть, сколько что на что потрачено, и переставить бегунок сказать, вы знаете, я не хочу 2 миллиарда на медицину, я хочу 1,8 миллиарда на школы. И к вашему мнению должны прислушаться. У каждого должна быть возможность это сделать, и должен сокращаться цифровой разрыв между, например, моей бабушкой и мной. Надо сказать, я его очень активно сокращаю, потому что моя бабушка даже скайпом пользуется. То есть это тоже может работать. А как власть реагирует на вас лично? Путин знает про вас? Честно говоря, мне не важно, узнает он про меня или не знает. Секундочку. Вы вообще собираетесь работать во власти? Это не важно, знают про меня нынешние власти или не знают про меня нынешние власти. Самое важное, чтобы знала я про себя и про результаты моих дел знали те люди, которые могут стать моей командой или те люди, которые в меня верят. У меня к вам два вопроса. Ну, так как вы предприниматель, вы еще интернет-блогер. А у вас были такие случаи, что к вам приходили люди со стороны и говорили, мол, помогите нам с нашим стартапом в интернете? А второе, какие книжки, фильмы оказали на вас большее влияние в действие сейчас? Вообще мой блог, мой сайт возник, потому что я захотела рассказывать о ребятах, у которых свои стартапы, которым не хватало какой-то информационной среды. Я не скажу, что я такой супер-мега известный человек, что вот они ко мне пришли, у них все решилось, но мне хотелось о них рассказывать. И в моем блоге появлялось практически 90% проектов, которые мне были интересны. Я находила этих людей, сначала мне было тяжело, потому что я их уговаривала вообще, кто я и почему им надо прийти и записаться на видео в моем блоге. Потом они ко мне приходили. А сейчас я, например, вхожу в жюри международного конкурса «Зе Бобс». Это международный конкурс блогов, и там номинировано огромное количество людей, которых я отстаивала. Просто доказывала международному жюри, что эти проекты надо туда включить. Вот сейчас до 7 мая, кстати, голосование можете подержать. А проекты и книги, фильмы и книги, да. Я вообще очень люблю советские мультфильмы и очень люблю советские фильмы. Я вообще считаю, что в этом есть... Ну, самая книга, которая у меня прям в сердце вошла, это «Не знайка на луне». То есть вот я примерно так вот и живу. У меня вообще все как бы связано. Часто перечитываете, сейчас? Я перечитывала, да. Я вообще считаю, что книги надо перечитывать, потому что твой опыт книжный основан на твоем восприятии книги в момент ее чтения. Я же расту, я начну по-другому все оценивать. Поэтому, да, я очень много перечитываю. Вообще люблю бумажные. Несмотря на то, что я человек электронный, у меня есть электронная книга, я туда закачиваю гигабайты книг, но все равно у меня дома есть библиотека. Я люблю взять книгу, понюхать, почитать ее. У меня вот это тактильное ощущение от книги очень важно. А фильмы мне всегда нравились. Один из моих любимых фильмов – это «Неуловимые мстители». Слушайте, я недавно посмотрел «Неуловимые мстители». Я говорю, понимаешь, что… Алёна, я посмотрел недавно и подумал, ну чего мы в детстве так от него все вот просто… Я тоже недавно смотрела. Мне показалось, сейчас он очень слабым. Но в детстве я помню, что это было, конечно, страшно, популярный фильм. А я объясню, почему. Потому что это история про объединение людей. Нам же всем важно быть в коллективе, быть частью чего-то большого. И эти люди за что-то еще борются. Но вот ваше отношение… Вот, Заша, речь про советские фильмы, про советский тип ментальности и так далее. Вот ваше отношение к СССР? Мое отношение к СССР крайне положительное. С точки зрения не реализации всех задуманных задач, а с точки зрения того, что я просто жила. Я помню, как это было. И я страдаю, что я жила в тот момент, когда это разваливалось. Искренне и честно я завидую своим родителям, которые проехали всю Россию, которые работали в стройотряде, были на картошке, у которых там было какое-то распределение, которое они ругают страшно, что я отучился в университете, меня отправили в какую-то там тьму, таракань. Я хотела остаться в Москве, но это правильно, потому что государство планировало трудовые кадры. Я планировал, и поэтому экономика, прогнозная экономика могла развиваться. Я сейчас просто отношусь к Советскому Союзу немножко по-другому. Я сторонник развития левой идеологии в России. То есть что такое левая идеология? Это не коммунизм обязательно, это равные социальные, социальные равные права и возможности, возможность каждому быть нужным. Это, я верю в новый, как сказать, класс людей, который называется технический пролетариат или технологический пролетариат. Это программисты, это стартаперы, это владельцы малого бизнеса. Это все люди, которые двигают вперед. И я верю в коллективы. Я верю, что человек – существо коллективное. Это не значит, что каждый не должен быть лидером. Я, наоборот, сторонник того, что когда говорят там, ты, мне всегда говорят, ты там сторонник левых идей, а ты летаешь на самолетах, наверное, бизнес-классом. Я говорю, так задача левых сделать не то, чтобы я не летала в бизнес-класс, но чтобы вы летали в бизнес-класс. Значит, должны быть возможности, чтобы вы... Соответственно, задача заключается в том, чтобы каждый нес за себя ответственность, при этом понимал ценность коллектива, и каждый был звездой, и каждый был нужным. Это такая утопия, которую я не уверена, что мы там достигнем. Но я в нее верю, я ради этого и живу. Давайте поаплодируем нашему гостю. Это суперчеловек, мне кажется. Общийский зритель Алена Попова. Мне очень понравилось ее интервью, то есть было достаточно интересно. Она рассказывала такими умными словами, что мне даже захотелось, заинтересовала эта политика. Хотя до этого я не интересовалась даже. В принципе, я примерно этого и ожидал даже, хотя мне казалось, что придет какая-то девушка, полукомсомолка, и будет нам пропагандировать то, что мы должны поступать во всякие общественные организации. Ну, в принципе, вполне доволен. Да, ну мне очень девушка понравилась. Я отметил ее внешность и умение держаться. Ее манера говорить меня очень заинтриговала. Она импонировала меня. А что ты взял для себя от этого разговора? Ну, мне понравился ее подход к решению задач, с работой с молодежью, с ее таким вот организаторским подходом, что умение собирать команду, кадры решают все. Но ты поверил ей, что она станет премьер-министром? Ну, как вам сказать? Она станет премьер-министром, если я ей помогу. Я довольна этой встречей. Я узнала много нового. Мне кажется, Алена может быть даже примером для подражания для современной молодежи, потому что у нее достаточно очень активная гражданская позиция. И одна из таких вот людей, которая сможет двигать нашу страну в будущее, мне кажется, в хорошее будущее. Ну что, друзья, у нас сегодня в гостях был замечательный, мне кажется, человек, общественный деятель, гражданская активистка Алена Попова. Спасибо вам большое за эту программу. Надеюсь, увидимся в следующий раз. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...